Здравствуйте, академический лице из ДНР. Мы, учащиеся в группе 07-16, собрались для создания презентации на Пушкинской аллее. В нашей презентации вы узнаете информацию о творчестве и жизни русского поэта. В сентябре 2015 года на территории площади открылся парк «Пушкинские времена», стилизованный под эпоху русского поэта. Создатели парка с помощью камней и металла постарались воссоздать атмосферу пушкинской эпохи, территорию пушкинских времен украсили стилизованные фонари, скамейки, скульптуры героев, сказок поэта. В центре парка разместился памятник Пушкину, перенесенный в конце августа на новое место по инициативе Русского культурного центра Узбекистана. Прежнее расположение памятника поэту на пересечении оживленных автомобильных трасс создавало неудобство для тех, кто его посещал. Саму статую тоже ждали обновления. Шестиметровый памятник Александру Сергеевичу Пушкину установили на более высоком кедестале и отреставрировали. Памятник великому русскому поэту и прозаику открылся в Ташкенте летом 1974 года. Автор бронзовой скульптуры, расистской скульптур Михаил Аникушин. Каждый год в день рождения русского поэта у памятника собираются ташкентцы и начинают читать стихи. А теперь о личности великого русского классика. Александр Сергеевич Пушкин начал писать свои первые произведения уже в 7 лет. В годы учебы в лицее он прославился, когда прочитал свое стихотворение Гаврилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литературным трудом. Он создавал не только лирические стихи и сказки, а также историческую прозу и произведения в поддержку левиционеров. За вальдумство поэта даже отправляли в суд. Александр Пушкин родился в обедневшей дворянской семье 6 июня 1799 года. В раннем детстве он был молчаливым и малоподвижным ребенком. Старшая сестра Ольга вспоминала, что до 6 лет мальчик был просто уварен. Начальное образование Пушкин получил дома. Воспитание его ничем не отличалось от общепринятой тогда дворянских семьях системы. Родители нанимали ему гувернеров и учителей из Франции, Германии, Англии и России. Учеба давалась Пушкину тяжело, а преподаватели отмечали, что он неприлежен. Однако вскоре мальчик увлекся чтением, проводил бессонные ночи в тайком в кабинете отца, пожирал книги одну за другой. Вспоминал позже его младший брат Лев. Его бабушка Мария Ганнибал говорила, что не знает, что выйдет из старшего внука. Мальчик был умен и охотник до книжек, а учился плохо. Редко, когда урок свой сдавал порядком. То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что ничем его не умешь. Из одной крайности в другую бросался небо у него середины. Любовь к стене переросла в попытке создавать собственные текста. Уже в семь лет Пушкин сочинял на французском языке маленькие комедии, подражая Мальеру. Позже, прочитав произведение Ла Фотена, юный автор захотел писать басты. Ознакомившись с Герниандой и Вальто Буальтера, Пушкин задумал поэму в шести песнях. Все прочитанные книги вдохновляли его начинающего автора. В 1811 году родители Пушкина решили отдать сынов иезуитские коллегиумы. Но их планы изменились, когда в царском селе открылся лицей для дворянских детей. По протекции друзей Пушкины устроили 12-летнего сыновелитное заведение. Изначально здесь собирались готовить детей из императорской семьи и их сверстников к высшим гражданским чинам. Но статус лицея понизился. Пушкин учился в привилегированном и закрытом учреждении, но среди равных себе детей и из обедневших фамилий. В стенах лицея многие крепко сдружились. Три товарища – Иван Пущин, Антон Дельвик, Вильгель Кихельбекер – остались друзьями Пушкина на всю жизнь. В лицее преподавали известный юрист Александр Куницын, философ Александр Галич, философ Николай Кашанский. И именно профессора в большей степени влияли на интеллектуальное и нравственное становление лицеистов. Родные могли навещать своих детей только по выходным. В будние дни занятия начинались с 7 утра и продолжались до позднего вечера. В годы учебы Александр Пушкин воспринимал «Альма-Мотель» как монастырь и мечтал о свободе, который наступил с окончанием лицея. Начался Пушкин не очень хорошо, особенно тяжело юному писателю давались логика и математика. При блестящей памяти ему недоставало усидчивости и внимания. Однако преподаватели отмечали эрудицию воспитанника. В лицее он продолжал много читать и писал тексты на французском языке. Лицей Сергей Камовский вспоминал, что из-за любви к этому языку Пушкина называли в насмешку французом. О физиономии и некоторым привычкам обезьяны и даже смесью обезьяны с тигром. На русском языке Александр Пушкин составлял небольшие эпидраммы и послания, а также намечал структуру будущей автобиографии. Миного автора настолько увлекало литературное творчество, что идеи произведения рождались одна за другой на несколько месяцев вперед. В 1814 году он впервые опубликовал одно из них, к другу стихотворца, под псевдонимом Александр Н. В журнале «Вестник Европы». Первый успех ждал Пушкина в 1815 году во время зимнего переводного экзамена. 15-летний лицеист прочитал свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». На экзамене присутствовал Гавриил Державин, он был потрясен творением юного поэта. В 1829 году на одном из балов Александр Пушкин познакомился с Натальей Гончаровой. Девушке на тот момент было 16 лет, поэту почти 30. Первая красавица Москвы сразу покорила Пушкина. Через несколько месяцев он сделал Гончарова предложение. Однако ее мать сослалась на юный возраст девушки и сразу согласия не дала. Настроенный литератор уехал из Москвы к брату на Кавказ. Где-то в то время шла война. На Кавказе Пушкин написал цикл стихов, посвященных этому краю. «Кавказ, на холмах Грузии лежит ночная мгла, обвал, дилибаш, монастырь на Казбеке». В 1830 году литератор вернулся в Москву и снова сделал предложение Наталье Гончаровой. На этот раз родители благословили пару. Однако свадьбе мешал тот факт, что у Пушкина не было никакого имущества. Тогда отец поэта выделил ему часть родового имения Болдина, Нижегородской губернии, деревню Кистенево вместе с двумя сотнями крестьян. И летом 1830 года Пушкин отправился туда, чтобы уладить юридические вопросы. Волтинская осень. Писатель рассчитывал пробыть в Волтине не менее месяца, но эпидемия холеры изменила его планы. Выходить села было нельзя, поэтому писатель провел здесь три месяца. Волтинская осень период не бывалого творческого взлета. В Волтине Пушкин закончил Евгений Омегин, написал повести покойного Ивана Петровича Белкина, историю села Горюхина, маленькие трагедии, драму «Русалка», поэму «Домик в поломнике» и множество стихотворений. В Москву Пушкин вернулся в декабре 1830 года, а через несколько месяцев он отмечался с Натальей Гончаровой. Поец мечтал об уединении тихой семейной жизни и спокойной рабочей над книгами. Однако его желанием не суждено было сбыться. Николай I пожаловал Пушкину младшее придворное звание, чину камер-бюнкера. Теперь чеку Пушкина могли официально приглашать на придворные баллы. Эту должность поэт считал оскорбительной для своего возраста. Пописатель хотел отказаться от нового звания, но пришлось смириться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok